всем привет друзья и в сегодняшнем видео из рубрики первый взгляд на нашем канале дебютирует under armor ну или если вы произносите себе компании через auto under armor в общем это ботинки которые у меня имеют небольшую такую историю потому что во время зимних распродажного моде я долго думал между чем выбрать между своими palladium или вот этими ну давайте называть это кроссовками потому что они имели на тот момент одинаковые ценники в районе 6000 рублей но все таки я выбрал palladium но протестировав дома хотя бы дома вот эту модель полное название которой under armor verge 2 0 мид gtx они у меня оставили крайне вприятные впечатления в плане использования но давайте хотя бы покажу как они выглядят и начинаем как всегда смотреть самого низа где у нас идет протектор от michelin довольно таки агрессивный протектор рисунок предназначенный прежде всего для снега там или для грязи для оффроуд условий в общем затем у нас идет пена довольно таки жесткая по жесткости я бы ее сравнился не балансов с ким нкапом и вверх который у нас сделан из сетки который сверху покрыт непонятно чем в общем эти ботинки вернее кроссовки они абсолютно полностью синтетические хорошо это или плохо и у нас здесь гортекс то есть да они еще абсолютно не промокаемые абсолютно я говорю потому что в районе язычка у нас есть клапан ну и вот таким образом выглядят шнурки здесь нету люверсов здесь петельки также задник который вполне себе такой мягкий толстый ну и внутри я стельку чуть попозже покажу но сперва я хотел бы сказать чем они меня вообще удивили то есть плане материалов здесь нету сюрпризов но главное чего офигел это их удобство из всей моей обуви которыми я была вообще за всю жизнь я могу с уверенностью говорить что это самая стабилизирующая штука на планете ну по крайней мере из моего личного опыта вы можете посмотреть докуда здесь идет супинатор то есть я немного здесь прижал вверх ботинкой вернее кроссовка и вы можете видеть что ребро его убирается аж до сюда а такое ощущение когда ты наступаешь в эти кроссовках на землю как будто ты находишься в некой крепости они не дают твоей ноге вообще сдвинуться ни влево ни вправо у них очень хорошо работает толкающий эффект потому что здесь скорее всего неплохой такой перепад с пятки на носок а ну по амортизации они где-то на уровне сайка не джез или шедов ну в общем это мой уровень амортизации для тяжелых людей это будет вполне себе неплохой уровень по удобству да они обалденные единственное чем я жалею что я не делаю на них полноценный обзор и поэтому я не могу рассказать как они ведут себя на снегу но в остальном это более чем крутые кроссовки не по моему до сих пор есть на распродажах и вандер армор и на ламоте ну а если говорить о каких-то цифрах кто весят они я вам сейчас покажу потому что это тоже очень крутой результат 11 американский размер весит до 11 американский 413 грамм это это просто нереальный результат для зимней обуви они вот но они просто как пушинки в руках ощущаются ну и по размерам если говорить то 11 повторюсь американский размер этих кроссовок да все-таки остановлюсь на понятии кроссовки стелька достигает в длину господи что он не хочет никак распрямляться она достигает длину где-то 29 с половиной сантиметров но я обычно ношу кроссовки 11 американского и поэтому 11 могу спокойно брать такие вещи от under armor ну и да простейку забыл рассказать вот такой вид она имеет можете выглядеть насколько сильно здесь торчит супинатор ну и на ощупь она напоминает по моему арта light просто цвета другого но внутри они сделаны полностью из ткани вот так они прошиты к нареканий качества никаких нету да и в целом об under armor конкретно об этой модели я могу сказать то что я раньше вообще ничего не знал о них ну знал только модели карри вот номерного баскетболиста но в целом under armor прям вот удивил единственное что хочу от них видеть это только крутые дизайны потому что они все-таки над этим только начинают работать но в плане ттх это это прям обувь с большой буквы я не шучу я не знаю насколько они теплые будут в при сильных отрицательных температурах потому что вот это место но довольно таки тонкая но все-таки я как всегда за реальный опыт одно дело как это ощущается тактильно другое дело как это работает и на этом все вот такой вот самый поверхностный взгляд у кроссовка если вы хотите больше видеть обзоров under armor на канале пишите это в комментариях я к этому обязательно прислушаюсь как всегда и сам понравилось видео ставьте лайки пишите в комментариях почему вам понравилось или не понравилось и как всегда ссылки на меня мои соц медиа если можно так сказать будут как всегда в описании всем счастливо